Девушки в России часто оказываются заложницами общественного мнения. Часто мы не делаем того, чего действительно хотим, лишь потому что не знаем, что на это скажут окружающие. Эти стереотипы заставляют делать тебя двойную работу — быть готова не только физически, но и морально. С одной стороны это усложняет твой путь, с другой — закаляет твой характер. Нужно быть смелой, чтобы быть собой. В детстве, несмотря на то, что мама пыталась отдавать мне кружки, секции спортивные, я никуда не ходила. И поэтому в подростковом возрасте, когда все уже занимались чем-то, у меня не было никакого спорта, и я боялась что-то начать, потому что везде уже были сформировавшиеся коллективы. Волейбол, фехтование, плавание — все друг друга знали, и поэтому я боялась туда приходить, боялась быть новенькой, потому что всегда страшно быть новенькой в уже готовом коллективе. И поэтому после создания канала, чем больше я общалась с людьми, чем больше меня смотрели люди, чем больше я открывалась на камеру, тем более уверенной я становилась. И поэтому я отважилась и пошла на спорт, которым интересовалось детство, на бокс. И получилась такая интересная вещь, что чем больше я занималась, тем более уверенно становилась. То есть уверенность меня привела к спорту, и спорт меня делал более уверенной. И в мире у нас существует куча стереотипов относительно практически любого виду спорта — бокс, скейт, тайский бокс, баскетбол, что это не женские виды спорта, что на кулаках отжиматься, ты себе испортишь руки, на скейте не классно кататься, потому что ты себе содрешь коленки и спину, баскетболом, волейболом не заниматься, потому что у тебя будет ужасная фигура. Про бокс я вообще молчу. И сегодня мне удалось пообщаться с девушками, которые рушат эти стереотипы каждый день, потому что это их жизнь, и они доказали то, что можно заниматься всеми этими видами спорта и оставаться невероятно женственной, веселой, активной девушкой. Мне очень нравится мой вид спорта, я его очень сильно полюбила. И идти вперед, достигать своих каких-то новых целей, развиваться в новом, учиться новому. Я вчера пересматривала в очередной раз то выступление на Олимпийских играх, я не могу не спросить, было ли это, отличалось ли это чувство выступать в своей стране за свою страну, было ли это намного тяжелее, чем все остальные твои? Ну, честно говоря, это моя первая Олимпиада была, и так совпало, что она была именно в моей родной стране. И, не знаю, я даже так себя настроила на то, что домашние стены тебе помогают, домашние стены делают все возможные для того, чтобы у тебя все получилось. И мой настрой был правильным, оказался, чем я очень довольна. Я не знаю, как бы было, если бы Олимпиада проходила в другой стране. Но все получилось неплохо. Кататься я начала лет с 14. На X Games я попала в позапрошлый год. На тот момент я уже каталась в 10 сезон. Это была одна из моих мечт, которая сбылась. Надеюсь, я еще раз попаду и не один. Попасть на X Games, на Олимпийские игры экстремальных видов спорта – это очень большая честь. И мне было вдвойне приятней знать то, что я самая первая российская атлетка, побывавшая на этих соревнованиях. Я не могу не спросить. У парня есть какое-то, не знаю, непредвзятое, но чувство… Они на тебя, может быть, странно смотрят, когда видят, что ты, не знаю, девушка. Или, наоборот, с освещением смотрят. Во-первых, те, кто смотрят на меня как-то странно, я на них не смотрю. А все остальные ребята – это мои братишки, скейтбордисты. В 5 лет я ходила в самодеятельность, на танцы. И потом у меня появился спортивный интерес. Мне очень нравилось, когда мне педагог говорил, посмотрите, как делает Кураева. У меня сразу такой стимул был. И в 10 лет я захотела поступить в профессиональное училище. Но с первого раза меня не взяли по причине плохих данных. Мне сказали, что у меня большая голова и накачанные ноги. И для балерины это неприемлемо. Но в следующем году я пришла опять. И, не знаю, уже либо надоело, либо голова исправилась. Но меня взяли. А вот, возвращаясь к стереотипам, ты с ними с детства сталкивалась. Вот что ты можешь сказать о стереотипах в балете? С чем ты столкнулась? Что ты видишь? То есть первый вопрос, который обычно спрашивают балерины. Ты садишься на шпагат? Или вы правда там не жрете ничего? Ну и что-то в этом роде. Мне не нравятся стереотипы, касаемые вот этих разбитых пальцев, убитых ног. Тяжело везде и не только в балете. Мне кажется, это очень неправильно показывать это всем на виду. Типа, смотрите, у меня есть мозоли, пожалеете меня все. Да. Это очень сопливо выглядит. Мне кажется, нужно показывать силу и ни в коем случае не показывать слабые стороны в любой профессии. Я просто сменила спортзал, в котором я занималась. Это был просто фитнес. И в этом фитнесе я познакомилась с тренером по тайскому боксу. Это были просто групповые занятия, то есть куда ходили люди, которые не выступали. Меня так заинтересовало, что позже я поняла, что три раза в неделю мне мало. Что я хочу заниматься этим серьезно, я хочу посвятить этому гораздо большую часть своей жизни. И я перешла в другой клуб, где была возможность выступать, где была возможность тренироваться чаще, больше. И с пяти раз в неделю это превратилось в два раза в день. И в конечном счете это перешло в профессиональный спорт. И сейчас не проходит и дня, чтобы мне не написала человек 10-15 о том, что «Ты же несчастлива, ты же должна свести семью срочно, у тебя даже нет мужа, ты же вообще как так?» Для меня я очень счастлива, я делаю то, что я люблю и мне по-прежнему приходится сталкиваться с непониманием. Потрясающую книгу недавно прочитала «Бегущая с Волкана». И там про женские архетипы и там про вот эту силу. Это потрясающая книга, вообще всем рекомендую, кто ищет себя, да, обязательно. И мужчинам и женщинам это просто необходимо прочитать, потому что это про… Вот я искала что-то такое, чтобы это было расписано в книге. Вот это именно моя философия, и я ее нашла именно в этой книге. Она переворачивает полностью голову, мозг вообще строит заново. Ну, вообще профессионально я занимаюсь где-то с 12 лет. И любовь к баскетболу у меня пошла где-то уже с 11 класса, когда я поняла то, что баскетбол – это моя жизнь, и то, что, в принципе, я хотела сложить свою дальнейшую жизнь баскетболом. А скажи, пожалуйста, у тебя не было трудностей, учитывая, что это командный спорт? Вот какие есть трудности и что самое классное, можно сказать, именно в командном спорте? Потому что у меня были как раз и у многих девочек бывают проблемы именно в том, чтобы пойти в коллектив, тем более, если ты новенькая. Ну, вот то, что войти в коллектив – да, это очень сложно. Вообще, единственная, мне кажется, сложность – это нужно понять концепцию тренера, то, что тренер хочет от тебя. И если ты в нее попадаешь, то, в принципе, ты попадаешь и в команду. С этим нет проблем. То есть каждый игрок знает, что он должен делать на площадке, что от него ждут. То есть есть кто больше играет в нападении, есть кто больше играет в защите. Спасибо большое, Маша. И я не могу тебя отпустить. Я хочу, чтобы ты меня научила или хотя бы попробовала научить на одном пальце крутить мяки. Ты думаешь, я умею? Берешь просто и крутишь. Всех этих девушек объединяет одно – они делают то, что любят. Невзирая на чужое мнение, они продолжают ставить рекорды, ломать стереотипы. Они те, кто меняют культуру спорта. Мы те, кто меняют культуру спорта. Давайте вместе покажем всем, кто мы такие и из чего мы сделаны на самом деле. Я сделана из уверенности. А из чего сделана ты? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова